Я не забуду никогда Корни у нас на Ваенском районе, Волгарадской области Это по отцовой стороне, по обстране По матерной линии, там и отец, матерь, дед, вексте Они с Алексеевского и Кумыровского района У них оттуда корни Больше у нас корней, я не знаю, только оттуда Казачьи? Ну, корни казачьи, да, все Может, где там кто еще и бывал Но все говорили, что у нас тут рестольство И с этой стороны казачьих корней мужских не было Этих мужицких, я имею в виду А вы к родину ездили, вот на родину ваших предков? Конечно И дома там остались, да, еще? Ну, одного хутора уже нет, этот хутор Соловьев Под Бочарами, там недалеко Ну, хутор Бочаровский Его уже нет Но зато там есть такой пруд щучий Это прадеды рыли, это я точно знаю И бабушка рассказывала, и мать говорила, и дед говорил Когда это рассказывал Мы больше с дедом уже на эту тему, на прадедские, на все Уже общались, когда я с армией пришел Я в 92-й год служил, вот тогда мне немножечко так раз Ну и поэтому, видать, они что-то и привили Что дед Алексей, материн отец Что дед Василий Ну, я же еще говорю, я за это тоже многократно говорил Я еще своего деда Фому застал Прадеда своего, живым застал Был маленький, он мне первую песню учил Это конь боевой споходни в Югом И залез в горку от мечей И вот так вот, наверное, что-то с детства пошло Без гармошкой капеллу пил Да Это у меня дед Леша играл на гармонии Вы от него переняли, да? На гитаре, но он мне показывал кое-что А дед Василий мне на День Победы подарил боям В первом классе я был Вот, так ему хотелось тоже, что это самое На чем-нибудь играл Ну и, видать, это А песни-то они все исполняли сами А капельные, естественно, без гармонии Хотя вот вы жили в городе, да? Вот родились в Волгограде Я родился сам в городе Воловском Потому что дед у меня, Василий, он после войны Когда стали строить лес В Воловскую лес Он уехал туда, потому что работа была плохо Семье надо было подниматься После военной воды туда-сюда Поэтому он поехал туда И с председателем раз поспорил Что это самое А председатель его же не отпускал Говорит, объездишь мне коня А вот тогда тебя, мол, отпущу Он говорит, да на третий день Буду харцевать И он на третий день перед его дом На нем харцевал Потому что он до войны был Конюхом и поставал В Валеньке еще развалял Такие специальницы тяжелые тоже Ну и все Всегда к ним проспорил Ящик водки Они всем этим колхозом Гуляли потом Ну и так он уехал Ну а не все Всегда вот я с прабабушкой ездил На Ваньку Пухом еще маленьким был У меня с собой брал За пухом мотался она туда За пухом это что? Пух, козий пух Платки вязать Потому что люди всю жизнь Этим тоже прожили, занимались Без платков не могли Ну и это тогда живые деньги Они очень ценные Сейчас все у нас С рук спускается Сами вот петь Как вы тебя помните Поющий с какого? Где-то с 4-х, с 3-х лет Ну это как вот прядь мне показывал Ну и так всегда под Танаку Наши собирались всегда Семьями Друг дружку все знали Не было такого разобщения То есть клан Щербаков был большой, да? И Щербаков вообще семья И с бабушкиной стороны Брать отцовскую Отец-мать С отцовой стороны Вот их родственники Все всегда собирались Кто там знал сматерные линии И они всегда собирались И исполняли нормальные песни Вот с детства я это помнил Все Поэтому у нас все и привился Так как тут Печь потом по жизни пригодилась Все начали записывать И сами потом записывать песни Конечно можно было сделать много Мы же Как вот мы там что-то думаем А если бы еще наши родители Об этом подумали Никто никогда не думал Может быть все думали Что будут так вот собираться В деревне будет Песня звучать Она Видишь потихонечку пропадает Это мы такие вот дураки Как ты Да там еще многие Из подвижники Фольклористы Берут и что-то там Как-то роют Скопаются Записями делятся И так далее Это правильное и нужное дело А почему на ваш взгляд Сегодня люди перестали петь Ну потому что Не знаю где зарплату взять Может быть поэтому Ну раньше вообще денег не было В деревне фактически Ну и пили и жили Была картошка и хлеб А сейчас вещь как подвели То розни Это самое Межнациональные То еще что Ну потому что люди Себе стали так сами вести Почему они так Я тебе тоже вопрос могу задать Почему они так себя стали вести Из-за зарплаты Из-за такой жизни хреновы Что никто на нас внимания не обращает Бесимся конечно Я вот тоже иногда это Злюсь Дороги ни хрена не делают Пенсионный возраст захотели повысить Ну что Как их обозвать Я не знаю Культурнее Культурнее нет слов И в деревнях вообще Вот те же бабушки Которые еще в молодости пили Они уже тоже не поют Значит что-то уисчезает Да? Что-то дух какой-то Может быть что-то исчезает Но дух должен Вера должна быть Более сильная Будет и дух И у нас-то видишь Все-таки остается Ну хочем иногда Там выпить по 100 грамм Но дух-то мы все равно Не переламываем Так что вот Живем и живем Радуемся вот жизни Камушу, рыбалке Птичкам вот прилетающим Имел я деньги При большие Имел я домик на Тверской Имел карету Ай трех лошадок И все я пропил Ай братец мой Имел карету Ай трех лошадок И все я пропил Ай братец мой Жену я пропил За косошку Ай сына в карте Проиграл Теперь наверно Не воротишь Все что я пропил Ай проиграл Что в песне есть В народной Там вся жизнь рассказывает Что любовь Что история Как бились Как воевали Какой так же Дух присутствовал Про тех Кого песни славили Или про что они были Сложены Их же народ тоже непросто Она и жизни есть Что она песня про себя представляет Жизнь она и представляет Как правильно жить надо Там все указано Как в молитве Вот и все А вот на ваш взгляд Сегодня возможно Рождение Тех великих песен И казачьих И собственно Крестьянских народных Вот в наше время На почве городской жизни Планшетная Может быть Может быть Только прежде чем Современные какие-то стихи Делать В том В стиле Надо очень много познать Глубоко я думаю Фольклор сперва Или ту или иную традицию Или традицию Того или иного хутора Или станица Или деревни Селения Какого-то Правильно Той или иной области Потому что у каждого Была своя манера Своя Своя подача Звука И так далее Такие вот нюансы Это же надо Серьезно подходить Не так С бухты-барахта Я сделал В народном стиле Вот Ну стиль ты может И сделал А там еще Надо на текст посмотреть Какой там еще текст Вот Игорь Растеряев Он кстати тоже имеет Казачьи корни Ну давай Мы не будем сейчас Ничего Просто как пример Авторской песни Хорошо парень Работает Его известные Песни Комбайнеры И так далее И так далее У него и дорога есть То есть Сочувствуете Симпатичный вам Нормальный Все Хорошие стихи Правильные У него правильное Тоже направление В своем Он В стиле Еще такое Какая-то Поддержка Вы сами постараетесь Все-таки Петь Не авторские песни Мы больше стараемся Да Но у меня есть Вот тоже Друг Который пишет Стихи Олег Кулебякин Сам интересный Казач Я распел Валарадин Ну живет Ну живет Тоже в Валараде Работает Жена у него С Молодельской Станицы Корнями Тоже Казачьими Как-то Нас судьба Не просто Так всех Объединяет Свой Зачем-то Она Это Делает Чтобы Мы Сошлись Поболтали Хотя Познакомились Дальше Там Продолжали Какие-то Отношения Вот Он Тоже Хороший Стихи Пишет У него Я не знаю Слыхал Или Неслыхал Вот А под утро Был дождь Сквозь листу Он шуршал На рассвете Коней Мы седлали Кто-то молился А кто-то Угрюмо Молчал Отчий край Мы наверх Покидали В горск Уродной земли Завязав В узелок Ближе к сердцу Уложил Под рубаху Взгляд Прощальный Я бросил На свой Хуторок Эх И поглубже Надвинул Попаху И верхами На запад Сквозь брызг Пелену Распрощавшись С роднёй Уезжали Мы на ту Распроклятую Трижды войну Что гражданскую Кожа назвали За два года Прошли мы Немало дорог Много верных Друзей потеряли А в глазах Всё стоит Под дождём Хуторок Мать в поспешно Наброшенной И когда увозили Нас вдаль Корабли На прощание Вот камеры Дают Я сжимал В кулаке Горсть родимой Земли Память Горькая Отчего Украина Ну чё Хорошая стихия А многие Ну раз Сейчас Как глянешь И всё это На сцену Выставляют На телевидении Туда-сюды Чё это Песни Про Задние места Да про ещё Всякие Ну всё-таки Согласен Ну я думаю Скажется Что сегодня Прорывается И Истинно Народная Песня И фольклорная В общем-то Движение Довольно Северное Траншон ещё Можно послушать Всё А это Там тоже Хоть жизнь А скажите На ваш взгляд Какие Стоят Задачи Или проблемы При сегодняшнем Движении Которые отстаивают Традиционную И культуру И песню Что не хватает Чего Чтобы вы бы Может Посоветовали Я не знаю Что стоит Работать Надо Всем нам Надо Всем нам Надо Работать Над собой Изучать Стремиться Не Бзыкать Если тебе Какие-то Кто-то Более Следующий Говорит С владеющей Информацией Говорит Какие-то Замечания Может быть Наоборот Обращать Внимание А как Не бояться Спрашивать Вот и все Кто-то знает Что-то Больше А другое Меньше Взяли Другого Спросили И все Будет Нормально И сказки Нам надо Больше читать Мы про это Говорили Наш Наших Русских Писателей Читать Кстати А вот Ваш круг Чтения Какой В детстве В детстве Я читал Не очень Мало Но Сейчас Начинаем Говориться Больше С возрастом Начинаешь Больше Осознавать Что У нас Было Больше Читать Ну Деды Ваши Пели А вот Что-то Какие-то Сказки Вам Сказывали Бабушки Ой Ну Сказки Они там По-своему Придумывали Что Про заяц Что Про лесу Одноразовый Так Скажем Но Я Все равно Помню Я Все равно С детства Помню Как У меня Дед То Подшучивал То Начнет Свистеть Ночью Допустим Там Зимой Особенно Когда Печка Там Трещит Все Рук Вся Накаленную Форочку Откроете Мы Лежим С дедом Подсвистнет Подсвистнет Что Истахал Там Заяц Под окном Сидит Я Меня Бабушка Одевал Он Пошел Там Кролика Зарубил Когда Лапки Следы Понадел Скакал Под окном Лапки Весельные Ой Комедия Как Что А нет Такой У вас Потребности Хотя Б Иногда Окунаться В ту Жизнь Которую Ваши Деды В хуторскую Жизнь Домки Такие Были А Сейчас Да Сейчас Они Никуда Не Девают Ты просто Спросил Я Ответил Так Бы Хотел Свернуться Куда В то Время Просто Еще раз С ним Поговорить Пообщаться Потому Что Вот Допустим Если Брать По песням Я Раз С дедами Пел Во Сне На полный Голос Вообще По Одну Сторону Стала Все Сидели Мужчина По Другую Женщина Уже Ушедшая Да Это Прошло Уже Первая Деда Помер Потом Прабабушек Мам И Через Неделю Мне Вот Такой Солнце Ну И Батюшки Сходил В церковь Мы На Молит Почитали И Все Полынь 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 Трава Полынь Ты Горькая Была Из-за Тебя Полынь Трава Полынь Трава Пропала Трава Молод Молод Моя Молод Моя Честность Исполнительность Исполнительность Пообещал Надо Делать Поэтому Я не всегда Обещаю Говорю Если получится То будет Не получится Про репертуар Вы стараетесь Родных краев Песни петь И Собирали Сами Что-то Мы записали Сами У меня Еще у бабушки Очень много Песен осталось Тетрадка Она записывала Она просто Писала Какие Знала Песни Писала В тетрадь Зачем Сама Для себя Потом Он мне Тетрадку Дядюшку Отдал Много Песен Я на Диске По этой Тетрадке Спел Мелодит Я помню А Слова Не все Помню Что-то Еще осталось Там и гендуют Песни Конечно И еще И записи Есть И Там у себя На кафедре В институте Тоже Записами Мы занимаемся Что-то Сами Но раз Ездишь Сейчас И общаюсь Тоже Кто еще Живой Остался Так что Экспедиция Еще ездит Сюда Папер Ездили Последнее Дело Диск Это По верхнему дону Мы затеялись Делать Экспедицию Ну Ты может Видал Такой Видеодиск Есть он В интернете Можешь у Ивана Вдовенко Зайти На ютубе Посмотреть Из ближайших Каких-то планов Что бы хотелось Еще распеть Спеть Да у меня Там намечено Уже Все Диск Еще хочу Записать Люди Стух И Исполняли Тоже Сами стихи Не пишете Нет Сам Нет Сам Я до этого Не дорос Так что Вот Я когда это Была молодая Мне в окошко Светела луна Появилась Прятка сядая И луна Мне теперь Не нужна Появилась Прятка сядая И луна Мне теперь Не нужна Ты сумел Растать Где ты во мне Единку И луна И луна Стала Ярче Светить Попрошу я По дочке Косынку Чтоб тебе На свидание Прийти Попрошу я По дочке Косынку Чтоб тебе На свидание Попрошу я Попрошу я Попрошу я Попрошу я Продолжение следует...